14 сентября свой профессиональный праздник отметили парикмахеры. Этому событию был посвящен конкурс на кубок главы района, где лучшие дизайнеры причесок состязались за звание лучших по профессии. 10 мастеров, 17 моделей. Конкурс парикмахерского искусства проходит в Орехово-Зуевском районе во второй раз. Анна Бровкина, мастер свадебных причесок, для конкурса выбрала романтичный образ для своей модели. Как бы сейчас тенденции разные в прическах, в моде. Мы решили подобрать романтический образ для нашей модели. И решили назвать нашу модель то, что любви все возрасты покорны. На создание законченного образа конкурсантам выделялось 50 минут. В обычной жизни укладка занимает больше времени. Однако для сравнения на международном конкурсе прическа создается всего за 35 минут. В первую очередь оценивается техника выполнения работ, подготовка, образ моделей подобранной. Потому что заранее делался макияж и девочки готовились. То есть скорость тоже оценивается, потому что время ограничено 50 минут. Проведение конкурса профессионального мастерства – это своего рода поддержка малого предпринимательства. В Орехово-Зуевском районе работает специальная программа по популяризации малого и среднего бизнеса. Данная тема сейчас очень активно развивается. И я думаю, что у нас получится войти и в областную программу. Как раз с 2015 по 2019 год мы сейчас готовим программу. И здесь будут мероприятия не только направлены на конкурсы профессионального мастерства, но и на другие мероприятия, такие как наши предприниматели могут получить финансовую поддержку из средств местного бюджета и средств областного бюджета, допустим, на погашение процентов ставок по кредиту, на социальное предпринимательство, что сейчас очень активно развивается. Поэтому такая программа просто необходима. Конкурс проходил в трех номинациях. Первые победители были объявлены среди мастеров по детским прическам. Лучшим по профессии была признана Елизавета Липатова. Я, честно говоря, не ожидала, потому что детей, мне кажется, вообще очень тяжело. Как-то их кто хуже, кто лучше разделять. Потому что они все были очень просто красотки. Все в платьишках, с макияжами, с очень красивыми причесочками. А вот для Анны Рапохиной победа не стала неожиданностью. В прошлом году она уже становилась победительницей конкурса. В этом году успех повторила. Это вообще круто. Это адреналин, это чувство удовлетворения. И, наконец, последний победитель был объявлен в номинации «Свадебная прическа». Лучшим мастером жюри признала Оксану Литинкову. К слову, Оксана установила своего рода рекорд. Сделала укладку за 20 минут. Эмоции, волнение, все есть. Как же без этого? Какие-то проблемы были с прической, может быть? Нет. Первое место проблем нет. Моделью Оксаны Литинковой стала Кристина Малыгина. Как признается девушка, в таком образе даже не задумываясь пошла бы в ЗАГС. Думаю, да. Ну, вот как, долго создавалась, нравится вам это? Да, очень нравится. Красиво. А что больше его нравится? Какая? Такая в ретро-стиль. Жюри также пригласила девушек поучаствовать в международном конкурсе парикмахерского искусства, который пройдет в 2015 году. Особую благодарность конкурсантке передали главе района за организацию подобных конкурсов. Как модель.